Доброе утро! Я начинаю это утро с кулинарного эксперимента. Снимаю для вас чесночного цыпленка в блог. И хочу кое-что рассказать о холодных и горячих местах на ваших и наших сковородках. Смотрите, это моя любимая сковорода. По пузырикам можно определить, где нагревается. Ой, запотевается больше, а где меньше. Практически по всей поверхности нагревается равномерно. Менее любимая сковорода, на которой может пригорать, если вы обратите внимание, посредине огромный центр кипения, а вот здесь по бокам гораздо менее задействован. Вот это вот моя самая нелюбимая сковорода для чистоты эксперимента. Я ее поставила на ту же комфорку, на которой была любимая. Вы видите, как активно кипит здесь, и совершенно пустые части остаются. Скажу вам, что нашла. Это книга к рождению Куприяна. Вот так я его называла, пока он был еще крошкой. Мы с ним еще были незнакомы, и на обложку заказали иллюстрацию. Книга про Куприяна. Вот такой он был, маленькая ляля. Боже, и вот эти ноги, которые выросли уже в большие. В протяжении книги я рассказываю историю, как сильно мы его любим. На деле я, правда, сильно угорела по работе. Я человек, который всегда говорил, важно качественно отдыхать. Вы тогда будете качественно работать. Что я сделала? Я себе его не напланировала. Поэтому в четверг я собираюсь в баню. Начала ходить на шарко и на массаж. Мне помогает расслабляться дома. Это качественная атмосфера. Здесь это мои любимые свечи из аромобюро. Хотела бы предложить вам понюхать, но я сейчас их зажгу. Чем ребята присылают вот такие длинные спички. А свечи будут потрескивать и кроме аромата давать ощущение маленького камина. Поэтому, когда я прихожу вечером в спальню, первым делом я открываю окно на проветривание. Плотно задергиваю шторы, чтобы спать в полностью темной комнате. Убираю, естественно, телефон. Я читаю просто книгу. И зажигаю свечи. Они помогают нейронной системе. Особенно, если в течение дня много стресса, принятия решений и ответственности успокоятся. Вот такой мой рецепт. Сейчас будет видео. Я и хомяк. Подождите. Давайте. О, боже. Нет, не давайте. Нет, давайте. Ой, мама. Он у меня не горит. Не держу его. Не держу его. Это наш хомяк. Это мне стоило нервного срыва. Пал? Ты простудился? Мама тебя чем лечит? Мороженое, да. Вкусное мороженое? Да. С чем? Не знаю. Делюсь с вами историей о своем наметившемся было выгорании, которое вообще не выгорание. Все в порядке. Все мы с теми, которые настигли меня в последний месяц. Я была супер собранной, серьезной тетей на очках. Совсем забыла о такой важной черте своего характера, который называется похулиганить, пошалить, сбежать с урока в школе. Вот я сейчас приехала домой, опять мне нужно поработать, но я думаю... Друзья, сейчас у меня будет официальный инфаркт. Только что я увидела в интернете следующее. Следующее. Никогда выбор не был таким сложным. Считать дни, до весны, которых осталось всего ничего, или до декабря уже считать. Как вам вариант нового вкусного зимнего рецепта, чтобы согреться? Полезно, питательно, запеченная цветная капуста с маслом кхи. Скорее спешите на страницу к Алисе, в актуальном вы найдете этот рецепт. Это очень вкусно. Вкусно? Угу. Мне нужно кастрюлю по-моему уже. Угу. И сковорода. По-моему? Одно.